это отель milia international варадера находится он на кубе варадера как вы уже поняли и мы сегодня будем его обозревать данная видеозапись была мне предоставлена я лично там не был но решил все-таки провести обзорчик потому что вдруг кто-то из вас задумает туда поехать а стоит он не дешево стоит минимум в полтора раза дороже чем другие отели на кубе и поэтому я решил все-таки показать вам что вас там ждет чтобы вы вдруг не приехали туда и не получили какие-то неожиданности которые бы вас расстроили построен он в 2018 году состоит из двух зданий всего там 946 номеров принадлежит этот отель к испанской сети отелей и резортов эта сеть имеет 139 отелей в 28 странах мира вот в том числе и на кубе оказывается коммунистическая или социалистическая куба пустила на свою территорию и вот капиталистов отель новый как вы поняли и видно по нему что он новый вот это таким вот образом выглядит бассейн просто огромный на самом деле детский бассейн с корабликом тоже ничего такой человек который это сейчас снимал находится на балконе своего номера именно такой вид с его балкона и давайте перейдем к номеру посмотрим что в этом номере как он выглядит еще раз по поводу корпусов слева это один корпус а вот это вот стрелочкой обозначенный второй корпус а в центре двухэтажный бар замечательная такая ванна далее оставлю я комментировать человеку который лично там присутствовал и снимал человек свет такой балкон большой замечательный столик это кстати не первое видео этот человек мне подкидывает о своих путешествиях спасибо ей большое телевизор сумки чемоданы шкаф для одежды с вешалками с подушками одеялом и утюгом доска гладильная халаты халаты для ванны замечательный номер шикарно зонты висят против солнца можно с собой их таскать если вдруг вы хотите чтобы ваше видео о ваших путешествиях тоже вышло на моем канале вот электронная почта можете написать предложить это было как вы поняли отхожее место вот на стене кругло это выключатель для света свет заходы помните того анекдот культурная программа была представлена очень хорошими голосами певцы профессиональные также водное шоу в этом плане нареканий вообще никаких не было более того в общем уровень довольно высокий всем очень понравилось вот так насчет анекдота грузин значит заселяется в отель и спрашивает а можно я со светом спать буду ну конечно можно спите со светом без проблем свет заходы извините конечно музыку пришлось отключить потому что если оставлю оригинальную музыку мне приходит жалобы на то что я использую чужой контент в общем это связано с политикой youtube russian туристу танцует друг с другом остальные стоят смотрят эти туристы из россии были ну а это собственно пляж этого отеля то зачем большое количество людей тратят деньги летят несколько часов вот как раз вот чтобы оказаться здесь анимационная команда работает организовывает людей какие-то непонятные танцы движения ну а кто-то просто с балкона это все снимали в общем то не так мало людей кстати готовы двигаться когда ними руководят без ложки гёгты не обошлось дело в том что в этом отеле есть сегрегация как я уже говорил раньше тут два корпуса и те кто приехал в один корпус не могут попасть на территорию другого корпуса а те кто другого корпуса как раз могут ходить везде то есть получается такое двухклассное в общем то проживание одни белые люди а другие так не очень и вот на втором этаже бар видите двухэтажный бар на первый этаж жители левого крыла здания могут заходить а вот наверх на второй этаж не могут заходить их не пускают это скажем то что не порадовало людей которые туда приехали отдали совсем не маленькие деньги кстати но тем не менее и показали что они в общем то не являются людьми именно первого сорта я конечно понимаю что есть артисты политики очень богатые люди которые ну не хотят пересекаться с простыми людьми они узнаваемы им хочется отдохнуть ну тогда делайте для них какой-то отдельный отель зачем вот эта сегрегация это еще один бар для простых людей вот показался корпус для людей высшего сорта архитектурно он тоже отличается не скажу что в лучшую сторону но просто отличается вот так вот красиво выглядит корпус для простых людей на самом деле вот бар который я вам уже показывал кстати чтобы получить меню в этом баре необходимо qr-код подвести телефон и собственно говоря на телефон тогда вы получите меню на мой взгляд решение весьма спорно потому что в обычных отелях есть собственно говоря меню а здесь меню на телефоне новое поколение возможно это оценит которая живет в телефоне но для меня это решение весьма странно это мягко говоря вот кстати этот бар куда на второй этаж не пускают простых постояльцев но вообще в целом конечно вот не сливки общество слева сливки справа в целом все равно неплохо так или иначе подишь ты куба кубой социализм социализмом но тем не менее люди все равно даже при социализме делятся на классы данном отеле четко разделены на два класса а вот это домики для вот этих вот сливок у общества они маленько отличаются не домики а вот эти вот навеса да видно да совсем другие чем на пляже который я вам уже показывал вот на этот пляж простые люди тоже кстати не могут зайти они вот тут вот 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 тут вот они там уже совсем другие ну место все равно конечно шикарно для клубы шикарный песок шикарный берег и даже для простых людей великолепный ландшафт великолепный пляж площадка для волейбола в общем-то шезлонги навесы все в целом-то неплохо просто вот тот факт что есть лучше и вот совсем рядом и это как напрягает по моему парадокс в том что в этом отеле человек так сказать второго сорта получает лучше гораздо условия чем обычный человек в обычном отеле тем не менее в вечернее время люди вот сидят в баре слушают музыку кстати по поводу вот этих столбов стульев они пластиковые и некоторые люди с них наворачивались вы просто конкретно падали ну так это предупреждаю вдруг вы реально туда поедете просто будьте осторожны с этими столбами лучше вон на лежаке лежите это более приятно и более безопасно катамараны лодки все новое все отличного качества все это когда все новое это конечно приятно на всем этом естественно можно поплавать взять покататься и это в общем-то как и в других отелях в общем-то востребовано конечно по питанию к сожалению у меня нету видео на тему чем там кормят но вот есть одна только фотография вот ее я вам и показываю ну по-моему она довольно убедительно говорит о том что вы в общем-то будете очень даже неплохо питаться это был милей интернешнл варадера всем всего хорошего и приятных путешествий милей интернешнл